В ночь на вторник россияне уже традиционно запускали по территории Украины дроны-камикадзе. Атаковали Украину 35 беспилотников. Вследствие ночной атаки было повреждено оборудование на одной из подстанций Укрэнерго на Днепропетровщине. Об этом сообщает Минэнерго. Обесточено местное предприятие. Также вследствие обстрелов была повреждена сеть на Черниговщине. Без напряжения остались более восьми сотен потребителей в шести населенных пунктах. Атаковали дроны и Киевщину. Там вследствие падения обломков вспыхнул пожар на предприятии. Повреждено административное здание и ангар. Об этом сообщил председатель Киевской агар Руслан Кравченко. Также кроме зданий повреждены три автомобиля без жертв. Повреждения есть и на Николаевщине. В результате падения обломков российского дрона там загорелся грузовой автомобиль. По информации Государственной службы чрезвычайных ситуаций автомобиль перевозил семена подсолнечника и находился на дороге. Водителя грузовика госпитализировали. Российские оккупанты продолжают атаковать Херсонскую область. Согласно данным местной областной военной администрации, утром вторника захватчики ударили по Береславу. Противник скинул возле здания гуманитарного штаба с беспилотника взрывчатку. Ранение получил 50-летний мужчина. У него взрывная травма и осколочное ранение ноги. Также в Херсонской ОВА сообщили, что Береслав враг атаковал и ночью. По населенному пункту нанесли авиационные удары. Ночью оккупанты накрыли огнем из села Велетенске Белозерской громады. Захватчики атаковали жилой дом. Вследствие обстрела погиб 65-летний мужчина. Его тело из-под завалов достали спасатели. Кроме этого, ранение получила 51-летняя женщина. Медики помогли ей на месте. Атаковали во вторник оккупанты также Авдеевку в Донецкой области. По словам главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, враг ударил по городу около 10 утра из артиллерии. Россияне попали в частный дом. В результате обстрела погибла 47-летняя женщина. Повреждено несколько частных домов и многоэтажка. Еще оккупанты нанесли удар и по Мирнограду Донецкой области. Противник атаковал город около 23 часов в понедельник. По данным Донецкой областной прокуратуры, предварительно враг обстрелял населенный пункт из зенитно-ракетного комплекса С-300. Вследствие атаки погиб 38-летний мужчина, который ехал на велосипеде с работы домой. Также ранение получила 50-летняя женщина. В Харьковской области запитали общину, которая была без электричества с начала полномасштабной войны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики. В Минэнерго рассказали, что свет теперь есть у 27 потребителей в деоккупированной Дергачевской общине Харьковской области. Кроме этого, энергетики продолжают восстановительные работы после ракетного обстрела Харькова 23 января. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился разблокировать 50 миллиардов помощи Украине. Однако с условия. Орбан в интервью французскому изданию заявил, что Венгрия в прошлую субботу направила в Брюссель компромиссный вариант соглашения по разблокированию финансирования ЕС. Согласно документу, Будапешт поддержит финансирование Украины, если Европейский союз согласится каждый год заново утверждать помощь. Также Орбан уверен, что ежегодное утверждение должно происходить единогласно всеми членами ЕС. Таким образом, Венгрия хочет оставить за собой право ежегодно блокировать помощь. Венгрия